Виталий К. 2 часа назад. Жаль, номер модели так и назвали. Наверно, Borg S800. И Марина, вы говорите про модель S701 или S800. Цена на последнюю модель 36000. Но вы же использовали свой уже 10 лет, значит это модель S701. В чем интересная разница в качестве исходного продукта? Новая модель в 2 раза дороже. Мне это не по карману, если я куплю подешевле, как вы думаете? Вот смотрите, почему я взял именно эту соковыжималку. Я не смотрю на модели. Я смотрю на то, как она работает. И когда я увидел, как этот Borg работает, именно вот эта соковыжималка, я понял, это мне, именно это мне надо. Цена действительно большая. Большая, да. Цена кусалась. Просто я тогда работал на телевидении, это, знаете, как бы сказать, можно себе было позволить такие соковыжималки покупать. Поэтому смотрите внимательно. Сейчас я еще в видео вылаживаю эту всю соковыжималку. По-разному покрутил и снял. Модель там совсем не такая, она какая-то другая. Но вы тогда смотрите на похожую, чтобы у вас вот эти вот металлические части были, чтобы был мощный мотор. Поэтому я не смотрел на то, какая там модель. Я смотрел, как это все работает. И когда увидел, как это крутит, понимаете, там две там скорости. Одна большая, а другая еще там больше. Мощность все там трет. Прекрасные ножи. Качество. Остается просто за ней хорошо ухаживать. И она вас будет долго и долго радовать. Я особо до этого подчеркнул, что у меня была куча различных соковыжималок. Это примерно я за них заплатил, возможно, раза в два цену больше, нежели за ту, что она у меня сейчас. То есть покупаешь вроде соковыжималку, ага, вот так вот, не понимая. Вертит, вертит. Но не то в процессе эксплуатации, оказывается, не то. Это совершенно не то. Ага, другую, не то. Третью, не то. Четвертую, не то. И тут главное увидеть, что вот эта вещь, нечто подобное у меня произошло и с кофемолками. Особенно там для измельчения травы, измельчения морской капусты, измельчения там, допустим, семян, делание смесей противопаразитарных и прочее, прочее. Но куча этих кофемолок, вот какие-то они, знаете, там сделаны, ну буквально такие на 10, 15, 20 пусков. Потом такая портится. Поэтому я уже плюнул на все, вот нашел такую, которая вот мерит. Куча перебивала этих кофемолок, соковыжималок. И я рекомендую, лучше остановитесь, пускай там подождете месяца 3, хоть полугода потихонечку откладывая, накупите достаточную сумму, купите. Но зато это уже соковыжималка при правильном использовании, она послужит и вашим внукам. Значит, тут указанная модель, я ее сфотографировал, она какая-то там длинная там модель, то есть все там параметры. В конце концов вы, смотря по этим параметрам, можете примерно так оценивать свою будущую покупку. Ага, мощность мотора есть там, есть примерно, пойдет. Значит, как там режим включения, значит, там скорость большая, скорость еще большая, есть там, есть. Ага, кнопка экстренного выключения красная, есть, ага, есть, все. Значит, смотрите, вот эта ситечка, через которую идет центрифугирование и терку, на которой все это растирается. Вот они должны быть хорошие, качественные, знаете, вот такая столюка должна быть, понимаете. Ну, внешне это все видно, там никакая-нибудь какая-то фигня, мигня. Вот, как эти там швы там сделаны в этой ситечке, все ли нормально. Как это все, попробуйте, когда вы ее берете, не постесняйтесь, несколько раз разберите, как это вам удобно будет, неудобно, как вы будете собирать, чтобы у вас уже обмозговалась. Потому что вы, действительно, вещь дорогая. И вы должны купить эту вещь, чтобы она вас радовала долгие годы, давала вам здоровье. Поэтому крутите ее по-разному, по-всякому, там, вот до того, что можно включить, как она там запоет. Вот, качество пластмассы, шнура, вот это все, не вибрирует ли она там. Ну, и вот так вот, подходите. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!